Добрый вечер, дорогие телезрители! Программа Киэфир. С вами вновь в прямом эфире я, во-ведущей Акунбаева Джанара. Номер нашей студии, как всегда, 59-20-01. Будем ждать ваших звонков, так как темы нашего эфира всегда интересны, и звезды тоже в наших гостях очень частенько. И сегодня наш эфир тоже очень звездный, талантливый, я бы сказала. Я вам представлю гостей, пока напомню наших спонсоров. Это компания Шоро, ледниковая водолегенда, ну а также холдинг Ассоль предоставляет образ телеведущим. Дорогие телезрители, вновь напоминаю, что наш телеканал Киэмус есть и в социальных сетях, где жизнь нашего телеканала, все, что интересного происходит, новые личности. Можете просмотреть наш логин Киэмус канал, мы есть на Фейсбуке, в Скайпе, в Инстаграме, в Одноклассниках. Все выпуски наших программ. Так что добро пожаловать, ждем ваших сообщений, всех отзывов. Ну а мы продолжаем. В сегодняшнем нашем эфире очень талантливые молодые ребята. Я вам их уже представлю. Это танцевальная команда Flashpoint. Сегодня в гостях у нас Эржан, Тимирлан, Самат и Султан. Ребят, привет. Здравствуйте. Доброй вечер. Я не могу наглядеться на вас. От начала программы я уже вижу, как вы очень красиво одеты. Ребята, кто инициатор? Кто следит за вашим имиджем, чтобы выглядели безупречно? Султан. Он, получается, дизайнер, получается. Мы послушаем Султана, наверное, начнем с Султана. Почему именно такой образ, такие роковые красные костюмы, такого алого-красного цвета? Ну, я перебью Султана. Наши костюмы исходят от наших танцев. То есть каждый танец по-своему очень разнообразный, тематичный. То есть сегодня мы так выгляделись, оделись, можно сказать. Выглядит очень красиво, элегантно. Спасибо большое. Я думаю, телезрители тоже это заметили. То есть всегда костюмы, образы вы тоже подбираете не просто так, акцентируясь на что-то, на характер танца, на характер еще чего-либо, верно? Да, конечно. Ребят, мы не успели начать. У нас уже есть первый телезритель. Давайте мы примем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Аслан. Аслан, очень приятно. Добро пожаловать. Вы в эфире. И хотелось бы узнать, какие вопросы у вас к нашим сегодняшним гостям, к ребятам. Начну с первого. Поздравить хочу всех школьниц, последних знакомых, школьников, всех. И хочу поздравить всех с праздником таким шикарным. А с каким праздником у вас? Последний звонок все-таки у всех детей. И второе, хотел бы нашим хранистам вопрос задать такой. Можно? Да, мы вас слушаем, конечно. Вот молодые парни, которые поют, они действительно молодцы, которые действительно поют. Дай бог им имена. Больше благ, менее голоса, побойте. И вопрос такой. Вы уже в эфире споете и действительно не мало. Аслан, я бы хотела подметить. Ребята, у нас танцоры. Они не певцы. То есть ребята очень талантливые танцоры, которые уже на протяжении трех лет, так сказать, своим талантом радуются. А я их не путал, оказывается. Ну, значит, тогда, получается, эти танцоры, у них вдохновение бывает или они как-то... Как-то вопрос такой. Я сам по себе танцую и просто я хочу узнать, вдохновение бывает, как называется, нет. Что же такое? Хорошо. Ребята, наши телезрители спрашивают. Я думаю, вы не услышали, да, вопрос? То есть вы танцуете. Откуда берете вдохновение? Где, быть может, как, допустим, писатели или певцы те же самые, когда пишут песни? То есть где-то берут вдохновение, музы или еще что-то, да? А у вас? Ну, честно говоря, каждый из нас по-разному вдохновляется. Скажу про себя. Меня в основном вдохновляет новая музыка. Но в то же время, я думаю, для каждого танцора вдохновение — это здоровье близких, увидеть маму улыбающейся. Вот это, я думаю, самое-самое, что ни на есть, самое высочайшее вдохновение. Но в то же время каждый из нас может найти вдохновение в разных вещах — в природе, в движении других объектов. Ну, всякое бывает. Вдохновение — это очень непредсказуемая вещь. Оно приходит без ниоткуда. При создании танцев своих, да, то есть откуда берете эти те же самые движения, именно характер этого танца, музыка — это все? То есть где? Ну, опять же, в основном все это исходит от музыки. То есть сперва, если нам понравилась музыка, у нас приходит какая-то идея. От этой идеи, опять же, исходят уже движения. И уже дальше мы подбираем движения характерно музыке. То есть даже вот каждый звук мы стараемся описать движением. А вот один танец у вас, да, по сути, сколько времени занимает для создания, чтобы отработали, отрепетировали? Опять же, все по-разному. То есть некоторые люди бывают, они быстро все готовят, но оттачивают долго. А бывает наоборот. Готовятся долго, но оттачивают быстро. То есть раз на раз не приходится. Замечательно. Дорогие телезрители, вот такие у нас талантливые ребята. Эржан, Тимирлан, Самата Султан, танцевальная команда Flashpoint сегодня у нас в гостях. Будем ждать ваших звонков, присоединяйтесь к нашей беседе. Я думаю, ребята вы знаете, не только увидели у нас сегодня в гостях, но также и знали ранее по выступлению. Так что, дорогие телезрители, если у вас есть вопросы, звоните к нам, спрашивайте. Ребята целый час в прямом эфире будут отвечать на все интересующие вас вопросы. Ну а также, конечно, рассказывать о своей танцевальной команде и как все у них начиналось. Я вот с этого хочу задать вопрос. Кто был инициатором того, чтобы команда Flashpoint образовалась? И, конечно же, само название. Инициаторы, честно говоря, мы все. Все, да? То есть не было того единственного, который бы сказал, давайте соберемся, и все собрались. Нет. Мы все как-то по ходу дела, по ходу наших тренировок мы подружились. То есть и до образования официальной нашей команды мы просто уже стали тренироваться, ходить на тренировки, уходить с тренировок, как целая команда. Но по истечению обстоятельств все это совершилось и стало все официально явным. Название Flashpoint в переводе на русский язык означает «вспышка». То есть мы прибегли к такому принципу, как команду назовешь, то есть как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну, назвали вы его очень так, достаточно оригинальное название «вспышка» сильное. Ну и как, ребят, как поплыл корабль? Ну, жаловаться грех, конечно, как сказал мой друг, раз на раз мне приходится. За это время мы успели увидеть и падения, и взлеты, и так далее, конечно. Но это еще не конец. Это начало. Впереди, это только начало. Это замечательно. Ребят, я бы хотела сразу же не терпится показать нашим дорогим телезрителям ваше выступление в нашей рубрике K-Tube, то есть как же вы танцуете, да? Давайте посмотрим, позже мы вернемся в эфир и продолжим нашу беседу. Дорогие телезрители, к вашему вниманию хочу представить рубрику нашей K-Tube, выступление ребят, танцевальная команда Flashpoint, а позже мы вновь в прямом эфире. Дорогие телезрители, к вашему вниманию. Дорогие телезрители, к вашему вниманию. Дорогие телезрители, к вашему вниманию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Тех, кто только присоединился к нам, напомню, в сегодняшнем нашем ки-эфире. Талантливые ребята – Эржан, Тимирлан, Самат и Султан, танцевальная команда «Флэшпоинт» у нас сегодня в эфире. Дорогие телезрители, будем ждать ваших звонков. Ребята очень танцуют, очень круто. Мы видели их выступление. Ребята, то есть это часть, да, мы видели только Эржана. Эржан, форма совсем другая, мы видим уже, штаны такие свободные. То есть как часто вы танцуете? Я так поняла, более формат, уличные танцы, да, или у вас какой жанр танцев? Жанр танцев у нас хип-хоп-хореография. То есть это взято, конечно, с улиц. Корень всего является это уличные танцы, стрит-дэнс. Но, как сказать, хип-хоп-хореография – это уже более такое тонкое соблюдение эстетики танцев, где присутствуют элементы со всех танцевальных культур мира, всевозможные. Ну, естественно, это зависит от желания постановщика. Угу, замечательно. Хотелось бы немножечко такое маленькое путешествие в прошлое так узнать. Как давно вы танцуете? Я вот знаю, Самат, ты танцуешь аж с самого 97-го года, да? Хотелось бы узнать, расскажи, кто первый привел тебя в мир искусства, в мир танца? Ну, если поностальгировать, но это началось с садика. Оказывается, воспитательница подошла к моей матери, а она сказала, как бы, отдайте сына. То есть ты сам проявил, значит, какие-то задатки? Так получилось, что сказали, если вы сына не отдадите танцев, считайте, что вы ничего не отдали. И тут все пошло, да. И я занимался в куреньке, в болезни. А что ты такого делал в садике, что воспитательница заметила? Выступал на утреннику. Ясно. Ага, в Далет и в куреньке, да, танцевал? Да, болеть. Ну, по истечению обстоятельств у нас, там, дома был кризис. Я вернулся уже в танцевальную сферу, это Баладжан, это 2000-й. После Баладжана я подался в ГРАИС ТСК, это спортивный больный танц. А затем я нашел своих ребят в 2009-м, 2010-м. То есть танцуешь ты уже лет, так, 18, да? Можно так сказать. То есть это очень, я считаю, для танцора достаточно уже солидное время, столько танцевать. Согласен. Ага, замечательно, это очень круто, и вот такое уважение к тебе. Столько лет протанцевать, замечательно. Султан, хотелось бы узнать у вас, да. 16 лет танцую. Ну, не важно, считать не будем, да, но 16 лет, ясно. То есть это уже само желание, да, то есть инициатива была твоя, нет твоих родителей. Сестра. Сестра, да, ага. Ее зовут Василия. Ага. Которая является в настоящее время матерью двух детей. Она раньше танцевала в команде ЛВВ, а снова девица. И вот сейчас сниму. С того дня. Ну, вот такой вот скромный у нас Султан, да? Тимирлан? Честно говоря, я танцую в этой сфере, где я сейчас нахожусь, уже четвертый год. Но в общей сложности... То есть всего лишь четыре года, значит, да, ты в танцах? Да. Но нет, в танцах я уже около восьми лет. Как и мой друг Сомат, я начинал с бальных танцев. После чего пошла такая пауза. Но затем я увидел зарубежных танцоров, может быть, кто это знает. В стиле пантомима танцует команда Джабу Окис. Это очень сильно вдохновило меня. Ну, после этого все пошло-поехало. Конечно, дома были первое время против. Как у многих танцоров такое бывает. Но со временем я... Тип, да, который есть у всех. Парень, он не должен танцевать. Да, да, да. Он должен заниматься более чем-то серьезным. Ребят, а вы не считаете так? Не чуточку. Ну, то есть каждый человек должен делать то, что ему нравится в этой жизни, а не то, что ему нужно делать или указывают. Каждый человек живет один раз и должен успеть сделать в этой жизни хотя бы что-то, что он любил всем сердцем и всей душой. Замечательно. Я думаю, вы нашли свое название вообще проще по жизни, да? Эржан. Да. Как ты танцовываешь ты у нас? Я начал танцевать с 2008 года. Начал с шоу-балета Star Dance. Может быть, слышали раньше. Слышали. Вот. Начинал оттуда. Потом дальше я только не побывал. То есть ты пришел просто как... Просто как сказать? Пришел, хотел что-то новое позаниматься. Ведь для танцора, значит, не обязательно заниматься сам хазов, самого детства, верно, получается? Ну, как сказать? Я когда в школе учился, я всегда увлекался танцем, мне это нравилось. Ну, это было, как бы сказать, как хобби. Просто куда-нибудь выйти потанцевать. Ну, и в один день меня друг пригласил на кастинг. Я пришел просто посмотреть. Потом как-то поучаствовал, и так получилось, что я прошел кастинг и начал танцевать в коллективе. Так и затянуло потом. Ну, это замечательно. Ребят, ну, мы уже узнали, как вы начинали, да, то есть как вообще создавалась ваша группа Flashpoint. Касательно нашей группы, вы находитесь в, так скажем, пятерке сильнейших танцевальных команд у нас в Кыргызстане, верно? То есть какие-то у нас были ранее проекты. Я танцор у нас в Кыргызстане, когда наш соотечественник Мурзаков организовывал это. Я думаю, вы тоже непосредственно участвовали, принимали участие. Ну, а касательно каких-либо танцевальных фестивалей, мероприятий, да, за границей, представляли ли вы наш Кыргызстан, участвовали ли вы в каких-либо фестивалях? Или же есть у вас это в будущее, на будущее планы вашей команды? Ну, насчет зарубежов, конечно, мы участвовали в соседнем городе Алмата. Это, кстати, заметите, очень часто там проводится, да? Да, Алмата такой же город, как и Бишкек, в плане танцевальной культуры. Очень сильно развивается на данный момент, так же, как и у нас. В прошлом году и позапрошлом году мы успели съездить в летний период, представить наш город Бишкек. Заняли, конечно, не первое, но призовое место поощрительное. В планах, конечно, этим летом мы планируем, куда и бы, верса, естественно, поехать в Астану, где проводится фестиваль International Street Dance Session. Масштабом он, конечно, приравнивает его к такому фестивалю, как у нас был Я танцор. Там участвуют команды, все желающие с регионов СНГ. И мы, естественно, хотим представить там Кыргызстан, сказать, что мы есть, что мы будем, были. Это замечательно. Вот заявку же подали, там какой-то кастинг определенный. Там, как всегда, все по факту на месте, отбирают танцоров, проводятся отборы. То есть приблизительно этот фестиваль протлится где-то 3-4 дня. Первый день – это отборы, второй день – полуфиналы и последний день – финал. Замечательно, ребят. Пожелаю вам только успехов на будущее. Дорогие телезрители, такие талантливые ребята. Команда танцевальная Flashpoint сегодня у нас в гостях. Мы ждем ваших звонков. Номер нашей студии 592001. Присоединяйтесь к нашей беседе. Будем ждать вопросов для ребят. Напомню также пока наших спонсоров. Это «Ледниковая вода легенда», также компания «Шуро» и «Холдинг Ассоль». Дорогие телезрители, вновь напоминаю, что наш телеканал есть и в социальных сетях. Наша личная страничка, наша жизнь целого телеканала «Кеймус». Наш логин также, напомню, «Кеймус». Заходите, просматривайте все, что интересного есть. Оставляйте свои пожелания. Мы это все обязательно просмотрим и учтем. И мы продолжаем. Ребят, почему нет девушек у вас в команде? Я замечаю, что в основном приходили к нам и другие танцевальные команды, но девушек у них нет. И также я смотрю, у вас тоже нет. Почему? Проблема в том, что у нас в менталитете есть такое понятие, не понятие даже, а такой момент, что не пускают родители, девушек. На выступления, которые вечером, да? Да, да, да. И иногда маме иногда не доверяют. Угу. Вот. Ну, в этой ситуации тоже у каждого по-разному. Но в основном, я думаю, у танцоров не хватает, скорее всего, времени на личную жизнь, потому что больше времени мы уделяем танцам. Ну, а девушки, это же не что-то личная жизнь, а это как бы ваш, в вашей команде, ваш, можно сказать, единомышленник, ваш друг, коллега. Ну... Или же вы просто не хотите? Мало ли что, да? Ну, вот как сказал... Бывают разные сложности. Допустим, мы не скажем, что мы... Я не могу сказать, что мы самые такие популярные танцоры, но все же некоторые люди нас знают. И я встречал таких танцоров, у которых есть девушки, но в то же время они ревнуют своих парней к танцам. Но для танцора это категорически запрещено, чтобы девушка ревновала к танцам. И иногда бывали такие случаи, что девушка ставит выбор. Либо я, либо танцы. Я думаю, танцоры парни меня многие сейчас поймут. А то есть вы у нас все холостяки? Ну, на данный момент, да. Почему вы предпочитаете девушек танцам, да, получается? Или же вы просто сейчас собираетесь заниматься любимым делом, а семья попозже? В точку. На данный момент, скорее всего, так. То есть, ну, не стоит искать отношения. Просто всему свое время, каждый свое время встретит ту самую единственную... Ну, я думаю, так считает Тимирлан. А что же считает у нас сама Цултан, ребят? Потому что сама Цултан грустнул. Что-то ему это не нравится. Нет, я просто, оказывается, сперва я не понял, кажется, вопрос. Ты меня правильно понял, а потом, да. Ну, с девушкой. А это я каждый раз обсуждаю? Да. Собоисти на системы. То есть, лидер в команде Тимирлан, который уже поставил какие-то приоритеты. Все, мы не встречаемся с девушками, мы закачиваем танец, потом только вот семья и так далее. У вас контракт такой, да? Нет, на самом деле у нас такого нету. Ребят, можете говорить откровенно? У нас полностью демократия. Демократия? Да. Самый младший у нас. Самый младший демократий. Самый младший демократий. Я здесь сам демократий. С баллоны. Ага, замечательно. Мне многое можно. Ага, то есть даже так, да? Замечательно, ребята. Дорогие телезрители, команда Flashpoint сегодня у нас в эфире. Будем ждать ваших звонков. 59-20-01 номер нашей прямой студии. Ну а пока хочу к вашему вниманию предоставить вновь нашу традиционную рубрику Кейфото. Это подборка фотографий с выступлений наших сегодняшних гостей. Ребята Эржана, Тимирлана, Самата и Султаны. Давайте все вместе посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. И вновь мы в прямом эфире, дорогие телезрители. И вновь напоминаю программу Кейфир. Я, вы ведущая Кунбаева Джанара. Номер студии 59-20-01. Мы ждем ваших звонков. Сегодня у нас талантливые ребята, танцоры. Эржан, Тимирлан, Самат и Султан. Танцевальная команда Flashpoint сегодня у нас в гостях. Рассказывает нам о своей танцевальной команде, о своем творчестве. О своих выступлениях разнообразных. И также ребята сегодня, я думаю, обязательно в эфире. Быть может, у нас не сцена, но тем не менее, вы профессионалы. И думаете, удивите нас. И исполните какое-либо выступление с ваших танцев. Вы пока готовьтесь, я напомню нашим телезрителям. Дорогие телезрители, специально для вас эксклюзивное прямое выступление танцевальной команды Flashpoint прямо сейчас к вашему вниманию. Дорогие телезрители, ребята уже встали. Импровизированная сцена, можно сказать. И ждем вашего выступления. Дорогие телезрители, ребята уже встали. Дорогие телезрители, ребята уже встали. Дорогие телезрители, ребята уже встали. Кастрюк-5 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау! Вот такое вот оригинальное выступление, дорогие телезрители, от наших замечательных, талантливых ребят, Эржана. Тимир Лана и Самата Иссултана. Это танцевальная команда Flashpoint, и мы видели их очень крутое выступление. Вот жанр этого танца мы обязательно узнаем и спросим. А пока у нас короткая реклама, позже мы вновь в студии, и будем разговаривать с ребятами дальше. И вновь мы в прямом эфире, дорогие телезрители. Сегодня мы в прямом эфире общаемся с ребятами из танцевальной команды Flashpoint. Ждем ваших звонков. Мы продолжаем. Ребят, только что вы такое маленькое выступление сделали, эксклюзивное специально для нашего телеканала, для наших телезрителей. Стиль вашего танца, то есть он такой, немножечко под ваш действительно костюм, под красный цвет, что-то из серии пикапа, да, соблазнение, что-то такое. Кто вас побудил на то, чтобы именно такого жанра характеровый танец? Честно говоря, идея принадлежит нашему другу, его зовут Чубак. К сожалению, его сегодня нет в эфире с нами. Он тоже вашей командой? Да, нужно уточнить, что команда наша состоит из шестерых человек. А, то есть вас не четверо. На данный момент просто нас четверо. К сожалению, двое пока отсутствует, но так сложились обстоятельства. Первоначальная идея принадлежит ему, конечно, но работа вся наша, командная. Ясно. Ребята, касательно ваших выступлений, да, хотелось бы поговорить. Где вы в основном выступаете? Вас уже, я думаю, приглашают, то есть мероприятия какого-либо рода, клипы, съемки, подтанцовки у наших местных телезвезд, артистов, певцов. Все это есть, что мы перечислили, конечно. Мы за это время маленькое, конечно, нам всего два года, успели сняться в таких клипах, как исполнители «Дуэт нон-стоп», Анжелика, Омар, Арсен. То есть вас уже приглашают сами певцы, правильно? Да, у нас уже люди выходят. Кстати, вот в эфир можно маленькую рекламу. Это наш менеджер, Эрджан. Всем привет. Это я. Он, получается, отвечает за менеджерскую часть. То есть все вот эти выступления наши, всевозможные, проходят через него. И можно похвастаться, конечно, мы успели поработать еще с таким исполнителем, как Рэй Хортом, это солист группы «Нана». В прошлом году был фестиваль «Игры кочевников», проходящий на «Искуль», конечно. Там мы успели с ним познакомиться, поработать с ним. Мы были на потенциальной поддержке, короче, так сказать. Молодцы ребят, ага. Вот он остался доволен. Мы, естественно, тоже сами. Ну, оказательно, помимо сцен, да, то есть у нас народ любит отдохнуть, любит свадьбы, мероприятия, торжества, то и, да, то есть этим выступлением тоже для вас, я думаю, обязательная часть. Конечно. Все само собой. То есть немного о репертуаре, о жанрах вашего танца. Хотелось бы узнать, что у вас есть в вашем репертуаре? Ну, в нашем репертуаре мы первый танец свой поставили в стиле диско. То есть этот танец подходит для всевозможных контингентов возрастов. То есть для наших родителей, для молодежи это очень такой заводящий, динамичный танец. Второй танец — это тот, который увидели сейчас. Это, конечно, только малая первая часть. К сожалению, все не смогли показать, но все же. В репертуаре есть и танцы с элементами хип-хоп, то есть это все, которое взято с улицы. Ну, репертуар, можно сказать, не бедный. А вот один из ваших репертуаров, один из ваших танцев у нас есть — диско, да, ваш танец. Давайте, ребят, посмотрим все вместе. И вы, дорогие телезрители, у нас сейчас в эфире клип, где ребята танцевальной команды Flashpoint исполняют танец диско. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... 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 знать, что вы настолько все уже отточены, что вы уже знаете, где и какое движение. Это очень замечательно, когда вы как единое одно целое танцуете и движетесь. Но сейчас хочу вновь, дорогие телезрители, вам показать выступление ребят нашу рубрику Кейтуб, где ребята вновь танцуют. Давайте посмотрим все вместе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Что за образ, что тебя на это вдохновило, злые клоуны? Ну, опять же, музыка Музыка, да, музыка Музыка Тиме тоже интересно узнать Что же меня вдохновило Нет, просто это как, я взял образ джокера То есть, обычно, танцоров воспринимают как клоунов То есть, многие в Кыргызстане считают то, что танцоры это, ну как, это несерьезно Даже, ну, нам всем за двадцать, как бы, и все говорят Все, бросай, чем ты занимаешься, уже жениться пора Вот, я думаю, этот образ как раз, ну, очень даже подходит там То есть, многие воспринимают танцоров как клоунов Ну, это вызов общества Да, это, скорее всего, такой сарказм тонкий Вот, мы клоуны Только недобрые Ага, ясно Ребята, наша программа уже подходит к концу Под завершение хотелось бы задать последние вопросы, мои интересующие Мы уже, так сказали, за двадцать, да? То есть, далее собираетесь ли вы танцевать дальше, развиваться в этом направлении Или же детство закончилось, все, бросаем танцы Надеюсь, это не так? Нет, однозначно, мы будем танцевать Куда я буду бросать до конца Сама? До старости До старости, да? До старости, да? Прекрасные слова, я думаю, с такой харизмой, с таким напором Вы обязательно будете танцевать и до старости В этом я не сомневаюсь, ребят Наша программа уже подошла к концу Вашей команде Flashpoint Я хочу пожелать дальнейших вспышек, чтобы их было очень много Спасибо большое Развития и успехов вам Чтобы мы гордились вами на каких-либо мероприятиях Где вы будете представлять на международных фестивалях, конкурсах наш Кыргызстан Правильно? И радовать наших соотечественников Ребят, еще раз спасибо, дорогие телезрители Вот такая вот интересная, талантливая команда В составе групп команды Эржан, Симирлан, Самат и Султан Танцевальная команда Flashpoint Сегодня была целый час с нами в прямом эфире Ребята рассказывали о своей танцевальной и творческой жизни Я думаю, им было достаточно интересно Кумирам, быть может, поклонникам именно этой команды Но наша программа уже подошла к концу Смотрите нас каждый день ровно в 19.30 на телеканале KMUZ С вами была я, его ведущая Кунбаева Джанаро Всем до скорых встреч и хорошего продолжения вечера Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»